Му-му, тру-лю-лю, поэтому вообще отсращивать не надо, но ничего не можешь толком это, как это говорится. Она мне планирует делать ногти. Ой, вот не люблю вот этих вот дамочек, знаешь, у которых все... А теперь, крошечки, мы заглянем в холодильник Танюши. Триндец вообще, я не знаю. Перемешаю. Я так и знала, что это будет. Тают. Таёшкин ход. А я на рынке, смотрите, трусы по 100 рублей. Ну что, мои хорошие, топаем мы медленно в сад. Топ-топ, топ-топ. Ты куда идёшь? В садик? Ты в садик к деткам? Утром сегодня сказал, в сад не пойду. Короче, минус 12, но ветра нет и ощущается нормально всё. Всё, снега не валяется, хлопья не летят, комфортно достаточно. Фух, пришла, пока шла, сама себе ветер создала, быстро шла. Аж лицо замёрзло. Денька сегодня не плакал, но он схватился за меня, такой молча схватился за меня, её типа оторвите, не оторвёте. Ну, там куча детей было, я говорю, ну, его надо так, как бы резко. Его резко надо, знаете, как холодной водой обдал, резко в условии сразу, резко отрывать. Всё, мамы нет, всё. Он же не будет плакать, потому что он понимает, что он ничего не изменит. А пока вот это долгие прощания, договоры, он будет до конца стоять на своём, чтобы добиться своего. Вот, ну, сейчас я это ещё попью кофе, досмотрю сериал. А, кстати, вот что я хотела сказать, что обычно я, вы помните, да, пью кофе и начинаю кушать только сейчас в 4-5 вечера. А до этого вот в 12 я просыпалась, в 11-12 я просыпалась, пила две кружки кофе до вечера. Сейчас же я утром выпиваю кружку кофе до 8 часов, да, одну. Пока я Дэньку отведу туда-сюда, прогулялась, свежий воздух, я прихожу голодная, я кушаю. Короче, я заметила, что потом, потом я ещё пью кофе, там делаю какие-то дела и понимаю, что перед тем, как Дэньку забирать, часом к 12, к часу, я опять голодная. Но мне уже хочется чего-то серьёзного поесть. Короче, у меня полноценный завтрак с утреца и полноценный обед в обед. Ну и потом уже там перекус какой-то, да, и к вечеру мы там кушаем до 19, до 19, до 18 получается покушать. Вот, и уже ложимся спать в 9-10. Круто, я такая счастливая, что так получается, и я рада, что меня это не напрягает, знаете. Уже осознанный человек, с осознанным пониманием, что это нужно, что это полезно. И ты уже, нет такого, что я там встаю и такая, ой, не кайфа, поспать бы, зачем мне это рано вставать, зачем мне это нужно, как можно изменить. Ты уже реально понимаешь, что не нужно из себя вот это вот это, му-му, тру-лю-лю. Резко встала, хотя сегодня я отсрочила будильник, и вчера я отсрочила на 10 минут. А потом, когда второй раз он звенит, я такая уже не половина, типа, а 30 минут. Думаю, блин, для моего сна в бессознании это вообще ничто 10 минут. А вот когда ты просыпаешься и ходишь, тут уже каждая минута на счету. 10 минут просто даже кофе попить, проснуться, они уже тебя взбодрят. Поэтому вообще отсращивать не надо, но иногда бывает, вот даю себе поблажку, ну вот сегодня я в 40 минут проснулась, точнее встала в 40 минут. Вот, и думаю, какого хрена, какого хрена, нельзя отсрочку, давай, вставай нормально. Реально разницы не будет. Вот, ну все, в общем-то, у меня есть время теперь. Сейчас сделаю кофе, посмотрю сериал. Хочу снять видео, привести себя в порядок, помыть голову. Ну, короче, быть уже красоткой. Так, сделала себе завтрак. Ну, не могу я без своих любимых сосисок, к сожалению. Вот, никакое мясо мне не заменит сосиски, поэтому иногда я вот так вредно питаюсь. Я имею в виду сосиски здесь, да. И что здесь у меня? Помидорчики, зелень, яйцо. Такой завтрак. Куда ползешь? Так, мои хорошие, я продолжаю. Остались 50 минут до того, чтобы малыша забирать. Я решила доделать супчик. Сейчас закипела водичка, я закинула картошечки. Он любит картошечку, поэтому я сделала ее побольше. Все, здесь у меня уже намешанное. Я буду прям ложечкой брать и кидать в кипящую воду. А, и сначала я... Короче, я все делаю интуитивно. Я не знаю, что, зачем кидать. Просто рецепты все, они идут не с курицей, а с мясом, связанно-говяжьим, да, фаршем. Он готовится чуть дольше, чем курица. Курица быстрая. Я собираюсь маленькие клетки делать, поэтому клетки. Клетки – это из теста. Фрикадельки делать маленькие. Поэтому сейчас закипит, я кидаю рис. Закипит, я кидаю фрикадельки. Вот, и все. И потом до готовности пока все. Я думаю, ничего страшного, если рис разварится, его немножко здесь, да. Я думаю, ничего страшного. В общем, вот, уже готово. Вот, уже можно кидать, в принципе, и рис. Вот так я все готовлю интуитивно. Все, быстро сделала суп. Опубликовала видео. Сделала обложку. Это все время занимает. Что еще? Серию досмотрела. Все, короче, в раз. И прям быстро собралась. Ну, себя в порядок не успела привезти. Так как я торможу. Ну, если бы я быстрее шевелилась, конечно. Ну, просто утром все-таки я еще люблю пораскачиваться. На машине сейчас поеду за Денькой, потому что надо успеть в бассейн. Сейчас уже, а их бывает задерживают, короче, долго. Я думаю, на машине быстрее просто будут в бассейн потом. И все, и домой. Ой, а нет, блин, я забываю все время непредвиденные обстоятельства. Нужно кое-куда заехать, еще узнать кое-что. Так что, да, мы еще съездим кое-куда. А еще надо Деньке покушать. Еще не будет. Он же после бассейна захочет покушать. Хотя они сейчас обедают, представляете, и мы в бассейн. Ну, ладно. Не подгадано как-то. Может, он не особо сильно будет там и кушать. Мы пришли домой. Я сейчас смотрю на себя. На самом деле, я во всех зеркалах и отражениях смотрю на себя сегодня. И думаю, боже, я просто в ужасе, такая в ужасе, знаете, такая затрёпанная, затрёпанная вот в самом ужасном состоянии, мать пятерых детей, да, наверное, заезженная, затрёпанная. Ну, блин, ну не успеваю, ничего страшного, я на самом деле вообще не парюсь, я себя внутри всё равно как-то круто ощущаю, не знаю почему. Вот, у меня всегда так было, я, знаете, как у меня были знакомые, которые там мусор выносили на укладки и накрашенные, и там в халате не понесут мусор, у меня всегда с этим вообще проблем не было. Я могу одеть чуть ли не оттянутые треники, реально смешно очень выйти с грязной башкой, чуть навертеть на голове, я могу вообще масло намазать на голову, да, и там в жара, например, пойти выкинуть мусор, то есть для меня вообще это никогда не было проблемой и паримом. И я иду на самом деле, и с одной стороны думаю, блин, я просто такая зачуханная, на меня люди, наверное, смотрят, думают, ой, бедная мамаша, ничего не успевает, наверное, такая, из таких работа, готовка, уборка, дети, там, наверное, ещё семеро по лавкам, вот. А я иду и думаю, как, что-то в этом есть, что при всём этом я расслаблена. Ну и ладно, хватит говорить о моём здоровом пофигизме, смотрите, что я милочки купила, тадам, вот такие мисочки, мне кажется, они более стильно будут смотреться в нашем интерьере. Уберу этот поднос, посмотрю, короче, как оно будет, ну просто мне кажется, что по одну, да, по одну, а, ну на скотче, я думала, оно прилепленное, по одной хоть могу брать и мыть, потому что в одной сухой корм постоянно, его не надо мыть постоянно, а здесь мокрый, надо одну тарелочку брать и мыть. Короче, вот она брала вот это вот мягкий, её любимый, вот мы желе берём, ну, потому что его удобно делить, вот она уже ходит, облизывается тут вся, и вот, как обычно, гарандор. Всё, сейчас пойдём Милке, Милку кормить, Милка сала, она счастливая кошка, ой, ой, села такая, типа она тут ни при чём. Так, а вот этот бардак сейчас уберём тут. Так, вот, смотрите, заменила всё здесь, мелко кушает уже, посмотрим, короче, как оно будет здесь. Также наш гарандор, цена вот, самая дешёвая цена, где я покупаю, так, он там стоит 1800, 2000 даже где-то, вот возле дома у нас магазин Зоун, там стоит 2000 с лишним. Я храню в таком контейнере и брала его в ленте, вот, всё, полный получился, там было чуть-чуть, ну вот, два килограмма, не надо так, Зай, не надо, ручки всё равно пачкаются. Мила у нас, короче, без еды не останется, всё, закрывай, Дэн, не лази, это не игрушка, это Мила на еда, давай, закрывай. Вообще, нагулялись, нагулялись. Так, ну что, на плите я оставила супчик, он у нас, наверное, густоватый получился, да? Всё равно, вот, вроде, чуть-чуть сделала рис, и всё равно густой. Пахнет вкусно, хочу попробовать. Видите, без ничего вообще здесь ничего нет, лук только в фрикадельках, и то я там так перемолола всё, чтобы Данька не заметила, должен есть по-хорошему. На обед в садике, когда у них был суп с фрикадельками, мне нужно было уточнить, ел ли он фрикадельки, или просто ел суп. Фрикадельки не захотел. Это камера. Камера. Ка-ми-ра. Скажи камера. Ка-ми-ра. Ка-ми-ра. Правильно. Сделала себе чаёк с розмарином, веточка розмарина такая небольшая, и веточка тимьяна. Мёд добавила сюда, эрл-грей чуть-чуть, и лимона. Очень вкусный, ароматный чай. Прям вот эти душистые розмарина тимьяна, очень душистые травушки. Девочки, смотрите, на ночь в ряде решила доделать фарш свой, который остался на котлетке. Мне захотелось, чтобы он в холодильнике стоял вторые сутки, так что у меня вот получилось ещё вот такое количество котлеток. Но я, наверное, одну съем, всё-таки соблазнюсь и побегу спать уже 12 часов ночи. Всем доброе утро, не обращайте на мой внешний вид, я сегодня буду себя в порядок приводить, наконец-таки. Первым делом. Вот, сейчас Данечку пойдём будить, покажу, как мы его будим. Время 7. 7 утра. А вот это наша попка, вот она наша попка сладкая, голубые трусики. Всё, мои жрадкие носики такие, блядь и круточки такие. Носки целуем. Носки целуем. Всё, мы всё целуем. Кто просыпается? Кто просыпается? Кто просыпается? Вот мушка. Му-му-му-му-му-му. Шладкие. Ура, мои хорошие! Я искупалась, помыла голову. Сегодня, кстати, Денька в садик пошёл и не плакал, даже мне помахал и послал воздушный поцелуй. И там как раз воспитательница забрала мальчика и его, и вот они вдвоем прям пошли, как бы, например, смотрят, что мальчик идет, не плачет, вот, и тоже пошел так, что я вообще вышла сегодня счастливая, а то иногда он, когда плачет, я выхожу, немного такая сердце щимит. Вот, сегодня у нас план Барбароса вообще, я вот искупалась сейчас, мне нужно очень много всего успеть сделать, буду, походу, чуть что вас держать в курсе, ну, а пока пошла попью кофе и надо будет сушиться, сегодня волосы будут прямые. Ну что, мои хорошие, я собралась, спиночка уложилась, выровняла волосы, вот такая вся красивая, сейчас еду по делам и собираюсь сегодня заехать к Танюше, она мне планирует делать ногти, как раз-таки смысл в том, что я говорю, они у меня ломаются, может быть, нет смысла делать ногти, сама обрежу, покрою прозрачным лаком, она говорит, как раз-таки, если у тебя ломаются ногти, нужно их покрыть гель-лаком, 2-3 недели они будут точно держаться, вот, я тебе буду делать аккуратно, знаю все мои фобии, как я там боюсь от этой фрезы, да, вот, буду делать все аккуратно и быстро. А Денечку сегодня решила оставить на сон, написала в общий чат, чтобы он остался на сон, посмотрим. Ну что, вот такой вот у меня лучок сегодня, нараспашку, когда эта курточка вообще так бомбычески смотрится, черные акценты, в основном все беленькое, светленькое, а я вам показала, как я вообще одета? Ладно, потом покажу у Танюши. Крошки мои, я приехала к Танюшке, будем делать сегодня ноготочки, посмотрите, какие они ужасные сейчас и какие потом будут. Я приехала, я никуда не заехала, не в магазин, хотела что-нибудь к чаю взять, но я знаю, что Таня готовит для меня какие-то вкусняшки, бутерброды, сейчас посмотрим. Еще я очень хочу в уборную, я набиралась кофе и голодная, так что мне тошнит, я просто сейчас забежала, сигналю ей такая, пишу на все телефоны, трубку она не берет, скотина, представляете? Не дашь, спокойно, умери, все, корми меня, давай, заходи. Вот, смотрите, мой лучок, я лохматая такая сегодня. Нет, вот, смотри, она снимает прям со мной. Да, а что, тебя не снимает? А мой лучок, мой лучок. Да, да, смотрите, вот, особенно очень, вот, балеточки. Да. Это, по-моему, новый фэшн, вот, я думаю, стилисты бы заценили, вы балеточки с теплым носочком. Да, сейчас зацениваю, вот такой вот лучок. Ты готова ноготочки мои пилить? Готова, готова, сейчас я покормлю сначала. Да, я голодная, я искусаюсь, да, и сцарапаю своими ногтями. Короче, у меня вот такая укладочка сегодня надела, надела новый этот, видите, он такой тепленький, кстати, классный. И вот специально под эти джинсы, мне кажется, он лучше всего, вот прям завышенная, потому что чуть укороченный. Мне нужна твоя помощь. Да. Подай мне он эти штуки. Все как чистенько тут у нее, посмотрите, дома. Вот, вам в полный рост, меня нормально в большом широком зеркале. Мне нравится. Сочетание цветов, такая вся нежнятина. Ох! Чем хорошо приходить к подруге, тем, что сначала ты можешь поесть плотненько, залезть в холодильник, потребовать вообще, потребовать ухода и внимания, да, чтобы тебя накормили. Чтобы клиент не, это, не пищал, не злился. Божечки, у меня как места мало. Надо порядок срочно наводить здесь. Нормально, все чистенько. Я уже сняла твою верхнюю комнату. Да, так же порядок наводить, честно говоря. Ой, вот не люблю вот этих вот дамочек, знаешь, у которых все идеально чисто. Они такие, ой, бардак, это царинка, надо теперь генералить. Да, так и есть. Первый. Стоп! Ну подожди! Вы видели? Я еще не вообще... Вот... Хочу цвет выбрать. Можно? Ну давай поздоровай. Цвет можно выбрать? А поздороваться не хочешь? Ну мы сейчас снимаем на мою камеру цвет выбираем. Ну я же тоже хочу. В общем, Селина сейчас будет выбирать цвет. Всем привет. Всем привет. Такое дело хорошее замутить. Ооо, наругала меня. Вот, а вы говорите, иди к Танюше. Сейчас Танюша, блин, тут... Всем привет, с вами ваша Танюша. Танюша. Сегодня мы будем делать, наконец-таки, долгожданный маникюр в селении. Таня, вот это вот, это специально вот так вот, да, типа можно сделать гармошкой вот такой? Да? Нет, это надо выбросить. А, а я думаю, гля, сделай мне вот такой. Гля, гля, сделай мне. Так, я хочу выбрать цвет для начала, девочки. Конечно, выбирайте. Сейчас выберу и скажу вам. Да, есть. Есть? Его? Да. Да, этот выбирай. Смотрите, я выбираю такая, смотрите, и показываю Танюше, говорю, вот смотри, мне нравится. Она такая сразу, семерки нет. Потом полезла смотреть. Есть. Вот сучка украшенная. Ага. Хотела меня, а еще с шиммером. Тяжка у кого? Еще с шиммером есть. Но вот этот поинтереснее, да, вот посветлее который. А этот потемнее чутка. Да, мне тут больше светленький нравится. Короче, у меня ручки коротышки сейчас, видите, пальчики. Но, в принципе, можно форму сделать какую-то овальную даже, да? Смотри, мы не сможем сделать очень такую, ну, вот, как у тебя. Ближе к негалю выходить. Да. Сможем. Ну, давай. Ну, давай. Сразу покажу, что вот этот вентилятор когда-то... Был твоим. Был моим, да, когда я занималась ногтями. В принципе, все, ничего больше нету, да, из бывшего моего. Из твоего москова? Да. Ой, наверное, уже нет. Все уже израсходовано, использовано. 300 тысяч лет работаешь, да, уже нет? Да. Ну что, ты не боишься испортить что-нибудь? Ты знаешь, ну, самое страшное, это то, что ты, может быть, меня поцарапаешь. Без пальцев останешься? Ладно. Да, а это мне не страшно. Ладно, буду комментировать, в общем, все моментики. Начинается. А вон съемка еще одна, видите? Ну что, мои хорошие, я не снимала весь процесс, потому что, на самом деле, будет отдельное видео у Тани. И, кстати, я не знаю, оно будет уже выложено или нет к тому времени, как выйдет это видео. Я не знаю. Не знаю. Если ссылки под видео не будет на этот канал, на это видео, значит, оно еще не вышло и только будет впереди. Там вы подробно увидите, как весело прошел у нас маникюрчик. Но в итоге я могу вам итог показать здесь у себя. Издалека, показывай только издалека. Издалека, вот, смотрите, вот такой вот итог. У нас молочные, нежные, вот такие вот ноготочки получились. Сделала мне Танюша миндаль. Вот. Цвет непростой. Вблизи Таня там показывает, здесь даже не будет видно. Он еще у нас с шиммером легким таким. В общем, я довольна полностью. Ну и конечный отзыв, это вот уже у Танюши видео увидите. Все. Переходите на ее канал по ссылочке. И она, кстати, сейчас еще принимает клиентов. В принципе, кто-то из вас может попасть к ней на прекрасный маникюрчик. А теперь, крошечки, мы заглянем в холодильник Танюши. Она к нам заглядывала? Я по-твоему холодосу лазаю. А, молодец. У нее стоит здесь сок. Ой, баклажанчики, глядите. Или это листья какие-то. У тебя тут что, баклажаны, листья какие-то? Баклажаны, да, это манна как рыбала. С чесноком. А, с чесноком? Не, не буду. Сейчас же мне в садик идти. Где твое там? А вот это что такое? Селена, я принесла тебе. А это сладкое или... Это же это, ты не... А, моя нелюбимая тыква, да. Дорогая моя. Да. Все верно. Сервис полный. Служу тебе всегда. Блин, да бутер просто какой-то хочется. Что, может быть, сожрать? Ой, у тебя одна вот эта штучка. Я колбасу тебе оставлю, а вот эту съем. Ей, все, что хочешь. Вот эту последнюю съем штуку. Доедай. 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 Подъедай. Все, мои хорошие, с садика мне написали. Сказали, все, можете подходить. Я его сегодня оставила аж на сон, я вам говорила или нет. Сейчас уже без 26 где-то, да? Половина шестого. Половина шестого. Сейчас я как раз доеду. Да, к шести, наверное, до 15 минут доеду. В темноте такая. И Таня еще хочет меня угостить тут. Хурмой. Хурмой очень вкусный. Мамульчика целый ящик купила. Да. Да, сейчас угостит меня хурмой моей любимой сладенькой. Я бегу за Денькой. Моя любимая, я думала, говоришь, она моей любимой. Угостит хурмой моей любимой. Моя любимая угостит моей любимой хурмой. Да. Это. И посмотрим, как он... Я его первый раз оставила надолго, да? Обычно как бы в час забираю, а уже прошло час. Два, три, четыре, пять. Еще четыре с половиной часа прошло уже. Сейчас скажет, мама, а где ты была? Посмотрим, как он отреагирует. Так, ну что, мои хорошие, мы пришли, делюсь впечатлениями. Деня сейчас моет руки. Он всегда бежит мыть руки. Но только за ним нужен прям глаз до глаз. Он на вот эту вот педальку, которая выдавливает мыло. Он, короче, пока полная ладошка у него не будет. Он не отстанет от этого мыла. Все смыл? Оно еще и плохо смывается. Зато пахнет потом. Короче, за денька я пришла. Он улыбался. Все хорошо. Счастливый, довольный. Сказали, что он хорошо спал, крепко спал. Но плохо ел в обед. Короче, он не ест мясное. Вот. Он в обед поел там супчик, второе не ел. А на ужин он съел картофельное пюре, а рыбную котлету не ел. Я говорю, ну да, с мясом у нас дела обстоят так. А мама вчера сделала котлетки, кстати. Сейчас я тебе их дам. Он сразу полез. Полез. Штаны давай снимем. Хлеба хочешь? Нет. А котлетки давайте, бутерброды с сыром, котлетки. Будешь в котлетки мамины? Конфетки. Конфетки, котлетки. Давай. Можно хочу в конфетки. А я вот так его, кстати, одеваю, чтобы... Хочу конфетки. Конфетки потом. Сначала хлеб, котлетку. Сейчас тебе дам. Ой, милка такая. На меня никто внимания не обрушает. Мою девочку. Мама вот тебя целует. Короче, одеваю ему штаны вот так вот, вот эти вот, в которых он в садьки ходит. И сверху вот эти штаны. И чтобы, ну, сейчас так как раздевают воспитатели их сами, мы просто снимаем эти штаны и все. И ребенок уже в футболке и в штанах, в которых ходит. Я хочу котлетку. Котлету хочешь? Да. Та-дам! Хорошая новость. Я рада и спешусь с вами ей поделиться. Что касается фильтра. Кто следит за моей жизнью, тот знает, что у меня там перевернутые, блин, эти провода, трубы. И я в конце концов дозвонилась, в общем-то, да, не дозвонилась, а точнее никак не могла позвонить. Позвонила сантехнику, в которой вот ребята приходили, отлично нам трубы сделали с сантехниками. Там сложный был тоже маневр. Они все сделали очень круто. И я запомнила, да, телефон записала. Я сейчас позвонила, объяснила ситуацию, мне попросили снять все как там что. И как раз таки этот сантехник, он мне и рекомендовал, у них стоял аквафор. Он мне вот такой аквафор и посоветовал. Я такой же взяла, как у него. Я же говорю, что вот такая-такая ситуация. В общем, он посмотрел, говорит, да, вам, говорит, перепутали вот эти вот провода. И по идее, короче, ну не провода, а вот эти трубки, это я уже тут своим языком изъясняюсь, да. В общем, говорит, все, что должно было сливаться в сток, идет вам, все, что должно сливаться в сток, идет к вам в кран. То есть вы отходами пользовались тем, чем нельзя было пользоваться. Представляете? Я думаю, слава богу, мы этим не пользовались, да. То есть Данька любит, блин, яблочки помыть. Вот этот кран, он любит открыть, чтобы яблочки помыть. Я ему говорю, блин, открывай нормальный кран. Мне страшно просто, там даже открывается кран и запах какой-то появляется. То есть в два раза хуже. Вот у нас фильтр, получается, он фильтрует, только в обратную сторону. Пипец, да? А уже через какое-то время снова фильтра заменять надо. Трындец вообще, я не знаю. В общем, договорились, завтра должен прийти. Поменяет все это. Я говорю просто, я сама не поменяю как-то это. И брат тоже взглянул, там нужно открывать краны, что-то сливать. Ну, как бы заморочиться надо, да. Лучше это придет, профессионал сделает, у которого такие же стоят фильтра, да. Чтобы вот это вот голову не дурить. Ролики вот эти не смотреть и не пытаться что-то там повторить. Вот. Так что я рада. Так, ну что, мои хорошие, я смонтировала видео. И сейчас начало первого, уже очень поздно. Я пошла спать, потому что сейчас я не засиживаюсь. И знаю, что утром мне это скажется. Песком в глаза. Мне надо умыться еще, да. Все, я пойду сейчас сниму макияж и спать. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю я утро свое с того, что, короче, уже дел попеределала кучу. Сегодня мы встали в 9 часов. И Деньку я никуда не повела в садик, потому что я подумала, что шестой день вставать в 6.30 как-то не очень хочется. Ну, вот прям, знаете, ощущение такое было, что я, в общем-то, была настроена. Сначала уже поставила будильник даже. Потом его отключила и написала, что нас не будет. Вот. Ну, еще утром мы проснулись. Сегодня и сопли у него, оказывается, еще и были. И я логопеда сегодня отменила. Решила, мы побудем в теплее, позакапываем носик, понаблюдаемся. Как раз впереди праздник, я аж до среды. В среду аж только в садик. Вот. Сейчас я хочу приготовить покушать. Выбила кружечку кофе. И сейчас буду запекать с новым соусом курочку. Как говорится, чудо-женщина продолжает чудить. И сегодня будет у нас вот такой вот соус горчичный, медовый. И буду сегодня запекать я в рукаве. Так, ну что, я добавила в рукав. Еще ничего не добавляла, никаких соусов. Это три вот таких вот большие у меня галяшки, да, без ножки, просто голени. В общем, разрезала три все-таки больших вот таких вот гриба. Не стала делать пять. И пять картошек тоже на картофеле на половинку, да. И так получается полная, видите, какая. Сейчас я туда добавлю, значит, вот этого соуса. Здесь ноль калорий. Сейчас я его открою, понюхаю. Пахнет очень вкусно. Горчица с медом. Мне кажется, очень вкусно должно получиться. Но он вот такой какой-то жидковатый. Видите, прям жидкий такой. Ну, быстрее-то, как это, размажется лучше. Ой, на вкус обалденный. Посолила, короче, вылила туда полбанки. Как видите, вот такое получилось. У меня сейчас я все это вот, чтобы ручки не пачкать. Так, меня Танюша научила. Сейчас я все это перемешаю. Я так и знала, что это будет. Короче, девочки, я просто профессионально взяла еще один рукав. И аккуратненько, видите, у меня наименьшие потери. Засунула все в еще один рукав. Так как там большая дырка, видите, разрез такой прям лопнула. Сейчас, не знаю, попытаюсь еще раз аккуратно помешать. Но что это такое за непрочные рукава? В общем, уже поставила на разогрев духовочку. Такая получилась у меня штуковина. Три дня делаю. Или на два. Ну, и также делаю два небольших надрезика. Вот здесь вот и вот здесь вот. Для того, чтобы у нас не надувалось, и она все там не лопалась. Просто воздух проходил. Ну, все, поставила наше блюдо на 43 минуты. И вот сверху и снизу будет. Ждем. Еще я решила, наконец-таки, помыть печечку. Вот такой вот штука. Я сейчас просто побрызгала на все. И прям влажной тряпкой вытираю. Все прекрасно вытирается. Решила с вами поделиться. Прям вообще ничего не тру. Просто, видите, вытираю. И она все прям попшикала. И на стекло, и вот здесь. Смотрите, оп. Все норм. Ну что, наше блюдо готово. Такое красивенькое, смотрите. Ай, сейчас вытащу. Пахнет, но очень просто, вкусно и невозможно. Посмотрите, какая аппетитная красота. Я там чуть-чуть надрезала, чтобы картошку проверить. Вот она готовая. Но картошка немного суховатая, мне кажется, на мой взгляд. Но видите, здесь прям чувствуется, что сочная, да? Все, вот это, вот это. А картошка как-то без соуса у меня тут оказалась. Хотя ее можно было бы даже еще подзапечь чуть-чуть. Да, наверное, еще поставлю. Пока что постирала Дэнкины кроссовки. Вот мокрые вытащили. Я не знаю даже, как это, кроссовки или что. Обожаю, короче, я вот что хотела поделиться. Обожаю, когда есть возможность, вот, кроссовки или обувь, стирать машинки, да? Не надо чистить, ненавижу просто чистить. А вот так они раз вылазят, и такие, как новенькие почти. Класс. Ну, они такие тканевые, как раз вот чуть-чуть потеплее, тоже можно в них ходить. Так, сделала. Сейчас это я курочку просто разэтовала. Здесь курочка бесподобная вообще получилась, если честно. Грибочки, картошка. Картошка, знаете, вот, надо будет ее в следующий раз на четыре части все-таки разделять, не напополам. А я напополам разделяла. Короче, все очень вкусно. Обалденно. Сейчас чуть-чуть остынет, и я в контейнер уберу. Вот сюда, и в холодильник. Мы супчик поели. Денька супчик поел. Но в супе была картошка, он из супа картошку поел, бульончик поел, фрикадельки не захотел. Сейчас он попросил макароны, я ему сделала макароны. Ест. Он у меня, кстати, предпочитает больше колбаску, чем курочку. Но сейчас я ему дам курочку здесь вот вкусную. Думаю, может, он захочет. Зай, на, попробуй курочка. Да, эта курочка нравится. Откуси кусочек? Да. Вкуси. Так, крошечки, смотрите, у меня баночки вот такие остаются. Это ешкин кот. Мне кажется, я все разобью, разорву сегодня. Баночки из-под кофе остаются. Вот, я их использую для разных вот приправочек таких специально. Вот еще три стоят. И я продолжаю еще кофе пить. Вот, кто не знает, вот я беру вконтакте вот такие вот орех макадамии, мой любимый. Но сейчас вот я его ем и думаю, ем, да, ем прям ложками. И это. И вспоминаю кленовый сироп и манго. Короче, они все классные на самом деле. Я буду и другие вкусы брать. И я сюда положила, что? Тимьян и розмарин. И я его сразу порезала. Вот так, знаете, например, ветка большая. Я там на три части порезала, чтобы прямо отбрать из баночки. Вот так в стаканчик ложить. Чайка, метка, лимончик. И получается просто невероятный чай. Эти ароматы я даже не знала, что так люблю. Тимьян, розмарин вообще. И для друзей. Ну вот я подсушила их и сухие уже засунула. Когда они израсходуются, я посмотрю, как будет удобно из этих баночек пользоваться. Когда израсходуются, куплю свежие. Кстати, напишите в комментариях, какая еще приправа, какая еще травка. Очень классно, ну вот в чай идет. Мне интересно. Ну, кроме мяты и мелисы. Вот. Именно такая душистая. Прям сильно душистая. Потому что розмарин и тимьян, они очень душистые. Эти мне они безумно нравятся. Прям баня-баня. А мелиса и мята у них такой. Ну вот мят, ну как бы такой легкий аромат. А мне прям что-то ядрено хочется. Так, ну что, зайчики мои? Целый день дома. Что я делаю? Готовлю. Кушаю. Видео смонтировала сейчас. И, наконец-таки, встретила сантехника, который мне поменял шнуры там. Эти провода эти. Трубки, короче. Поменял все. Вот. И сказал, что мне там вообще не вставили специальные такие штучки. В трубки вы эти, которые были в комплекте. Их не вставили. Он поставил на место их. Потом заглушки, говорит. Нет, тут там пять штук где-то нужно взять. Говорит. Они способствуют тому, чтобы крепко трубка стояла и не выпала, короче. Ну, в общем, сейчас он мне все сделал. Там нужно сейчас какое-то время, я так понимаю, не включать воду. Там идет какой-то процесс. Там, типа, пять литров с половиной набирается. Часть какая-то выливается в отходы. Остальная часть три с половиной литра набирается. Короче, очень сложно. Сейчас вода даже не течет из крана. Там шумит сейчас у меня в фильтре что-то происходит. Вот. И я жду, короче, когда оно наполнится. Потом мне нужно воду слить какое-то время, я помню. Вот. И, в общем-то, у меня есть прибор. Будем мерить. Вот. Жду. Оставайтесь со мной. Деньки, кстати, целый день промываю нос. Ну, не целый день. Вот. За весь день два раза ему промыла нос и один раз закапала. Он не сильно был забит. Но я решила ему прочистить просто, чтобы комфортно было. Так он бегает, веселится нормально себя, чувствует температуру. Нет. Все хорошо. И что-то я ничего не снимаю сегодня. Я не знаю. Что-то мне прям не кайф. Сейчас я смонтировала видео. Я его выведу. И еще потом одно смонтирую, наверное. И все. И сяду смотреть кино. Бывшая вышла новая серия. Значит, я ее посмотрю. Ну, и продолжаю смотреть сериал свой. Озарк. Мне очень нравится. Кто смотрел, напишите в комментариях. Знаете, девочки, к чему я прихожу? Я прихожу к тому, что если бы я не снимала видео, и мне не нужно было бы там ходить куда-то, что-то для видео покупать, там, да, фотографироваться для Инстаграм. То есть, если бы соцсетями не занималась, в общем, сбил меня звонок, но вела я к тому, что я бы, наверное, готовила бы, убирала бы целыми днями. Сегодня я что, я уже запекла, что-то еще я еще сегодня делала. Что-то еще, по-моему, делала, что-то прибиралась. И вот сейчас вечер, и я собираюсь опять вареники. Не вареники, господи. Оладушки сделать. Оладушки будешь? Короче, у меня есть прокисшее молоко. Это прокисшее молоко. Оно прям пахнет уже кефиром, девочки. И сейчас я его налью сюда, добавлю два яйца. Я уже заказала уже все, опять буду мешать рисовую муку, овсяную муку, сахарозаменитель кину, ванильненького этого. О, глянь, уже пузыриками. Ванильненького сахара, чутка прям для аромата, и будешь жарить пельменники. Оладушки. Еще я тут лазила на Авито, девочки. И по-моему, по-моему, я нашла стол, который я хочу, компьютерный, с полочками, со всеми делами, как я хочу. Единственное, что он по ширине прям очень большой, прям впритык будет. И два варианта. Есть угловой, а есть прямой. И вот я думаю, мама завтра приедет, и я буду с ней решать, какой лучше брать, угловой или прямой. Будем все мерить, туда-сюда. И недорого, в пределах 10 тысяч стоит. Какая-то фабрика, Космос называется. Космос, по-моему, да. В Крыму они вроде делают. Вот, так что, думаю. Итак, прокисшего молока, как кефира, вот, видите, он как кефир прям, ну, конкретно кефир, и пахнет прям кефиром. Здесь у меня сколько, 500? Или как? Я там смотрю. 400, почти 500, 450, короче. 450, пол-литра, что ли? Половинка была. Короче, я делаю два яйца. Сахар вот такой вот. Чутка бросаю, девочки, для аромата. Вот так, все. Сахар заменителя. Вот так вот можно. У меня в прошлый раз они очень сладкие получились. Так, и мука. Вот такая рисовая новая мука у меня. Вот такая вот овсяная мука у меня. Так, в прошлый раз я больше сделала рисовая, меньше овсяной. Получилось очень вкусно. Я хочу повторить. А, еще посолить. Чуть-чуть. Чтобы снова не перелить, я сейчас отолью сразу чуть-чуть. Кстати, я решила еще добавить сюда чуть-чуть маслица, ну буквально там столовую ложку. Чтобы не прилипали они к сковороде. Хотя у меня антипригарная сковорода, все равно очень много масла хавает, если честно. И прилипает. Короче, вот такая консистенция у меня получилась. Видите, сейчас я приготовлю какое-то, все равно останется на завтра, маму буду угощать еще и долью оставшийся стаканчик. И еще добавлю муки. Так, а еще смотрите, что я нашла. У меня есть кокосовый сахар. Натуральный. И, да, это кокосовый, по-моему. Если я не ошибаюсь, я просто уже пересыпала его. Ну, короче, помните, что это натуральный сахар? По-моему, кокосовый. Да. Ой, у меня еще кокосовая мука есть. Надо попробовать тоже на ней что-то сделать. Короче, я добавила одну чайную ложку сюда. Первая партия пошла. Сейчас посмотрим, может быть, я все-таки закину разрыхлитель еще. Потому что все-таки вкус не такой, как от прокисшего кефира. От прокисшего кефира они прям кисленькие такие, прям вообще кайф. А здесь прям курсы лимонной кислоты добавят. Но сейчас я их приготовлю сначала, попробую. Может, я кокосового еще брошу. У него прям такой карамельный, отчетливый, знаете, вкус прикольный. Сейчас посмотрим, как они будут себя вести. Итак, девочки, попробовала первую партию. Она вот такая у меня получилась. Ну, явно не хватает разрыхлителя. Поэтому сюда я уже добавила разрыхлитель. И что-то еще. Наверное, все. Но по вкусу попробовала. До того, как залила эти. И добавила сюда еще 2 ложки вот этого сахара. И еще добавила разрыхлителя. Мало поднимаются. И еще соли добавила, чтобы контраст был. Ну что, зайки, эти, по-моему, уже получаются лучше. Они уже в пупырышках полностью. Я долила все оставшиеся, кстати, уже перемешала. В общем, доделаю, покажу. Итак, что я еще открыла? Я открыла вот такой низкокалорийный сироп маракуйя. Леньке, кстати, он понравился. Вот он макает сюда сироп маракуйя. А сюда сгущёночки чуть-чуть мама все-таки дала, да? Ай! Сминюшка моя маленькая. Какие красавцы у меня тут получаются, зайчики. Короче, какой раз готовлю на вот этом, на самом деле, сахаре. И понимаю, что, наверное, это, скорее всего, для кофе сахар. Вообще его не чувствуется. Вот сахар, сахар, сахар. Его совершенно не чувствуется в приготовлении. Ну, вы поняли, да? Короче, когда готовишь что-то, выпекаешь, как будто сахар без сахара называется, да? Я, знаете, что только что поняла. Кстати, если вы видите, что у меня очень сухие губы, я не знаю, что с ними делать вообще. Сейчас намажу пойду. Из этого теста мне нужно было делать блины. О, блины было бы обалденные. Еще у меня тут включился чайник, но я хочу вам сказать, что вот такие вот сиропы низкокалорийные лучше использовать не для вкусняшек, он жидковатый достаточно, а для коктейлей. Например, если добавить этот сироп в водичку просто, да, добавить льда, это будет очень вкусно, на самом деле, охлаждающий вот к весне, к лету. Вот, можно добавить молочный коктейль, тоже будет классно. Кстати, мама придет, сделает молочный коктейль, добавим маракуйя, она любит молочный коктейль. Вот. Я даже думаю, он в кофе не особо. Ну, можно попробовать кофе с маракуйей, ну, можно завтра попробовать, кстати. Доброе утро, мои хорошие. Решила вам показать, как Денька кушает мои оладушки. Я их, кстати, устираю. У меня чай. Чай хочешь? Ты же чай не пьешь. Водички, может, тебе? Да, водички. Короче, я их вчера приготовила все и вот так вот накрыла. Ну, у нас дома прохладно, что-то, кстати, я проснулась тоже. Да, вот она я. Проснулась тоже с какой-то, это, горлышко болит. Ну, у меня бывает так, на самом деле. Ну, как бывает? Давно не было, но когда, знаете, такие, около простуды, я просыпаюсь, у меня болит горло. Какой-то насморк непонятный. А потом расхаживаюсь в течение дня, и все хорошо. Главное, это, ну, вроде я так не захлаждалась нигде. Не заслаждалась, не захлаждалась. Сейчас покажу вам стол, который хочу. Он на меня прям смотрит. Вот, смотрите, девочки, выбрала стол компьютерный. Либо вот такой прямой. Ну, примерно все то, что я хочу. Вот здесь бы стоял у меня этот системник, да. Полки обязательно для всякого моего хлама, чтобы здесь было чисто. И самое интересное, что у меня пол стола занимает моя клавиатура. А так клавиатура будет здесь. Это очень удобно. Ну, еще и здесь можно поставить что-то. Вот, угловой. И вот я думаю, какой лучше взять. Ну, у них разница там в тысячу рублей. А кто к нам в гости пришел? А кто к нам в гости пришел? Улыбается, смотрите. А чем меня доча кормит вкусненькие? А что ты улыбаешься? Что, нравится вкусненькие? Нравится вкусненькие. Ты еще бы не попробовала курицу. Я знаю, что вкусно помидорчики. Волшебная, да. А это тетя Надя, Танина мама. Вот мы помидорчики открыли. Помидоры бесподобные, как и огурчики, которые были. И салат морковный. Все очень вкусно. Ну, а вы всегда так будешь встречать? Вкусненькие. Ну, я буду стараться. Да, да. Если я приду, а тут уже обед готов. Такая выехала я, крошки. Вам ничего не говорю вообще. Да, я еле раскачивалась до трех часов. И мне нужно заехать на рынок, который работает, в принципе, до трех часов. Но там бывают некоторые палатки, которые мне нужны. Как раз таки идеи для нового видео. Появилось для вас. Думаю, будет актуально, всем полезно. Может, он сейчас работает. Сейчас зайду, посмотрю. Тут недалеко у нас. Вот. Потом поеду к друзьям. С Танюшкой целый день сегодня списываемся. А я на рынке. Смотрите, тросы по 100 рублей. Парш висят. Короче, сейчас я найду кое-что, что мне нужно. И будет вам сюрприз. Так, Танюша, тут мутят что-то. Смотрите. Ну, я вот кусочек этот покажу. Это она сейчас налепила несколько разных... Ты руки сухие? Да. Может, ты открываешь? Вот я открыла Тане лак. Она не смогла, а у меня получилось. Ты же моя. Геракл. Гераклина. Да. А, супер-женщина ты же. Чудо-женщина. Ну, ладно. Назвай меня, кстати, Чудо-женщиной теперь. Всё? Переименовываем канал? Да. Нет. Сирена СВИ, Чудо-женщина. А, вот она. А у меня сейчас Сирена СВИ и Сирена Вселенная. Можно? Смотри. А потом ты это, ногтём так хренак сюда, да? Ну, почти. Так, я сейчас покажу свои... Вот, смотрите, девочки, что сделала Танюша. Вот такую вот абстракцию. Это фактура называется. Фактура? Текстура. Текстура? А, текстура. Текстура, да. Ты видишь. А как это делать? Вот Танюша снимает у себя на канал. Будет у неё отдельное видео, как она себя маникюрщик делает. Да, я сейчас не могу попросить. Девочки, смотрите, вот Таня говорит, шикардосик. А я вот что-то не очень рада. С номера вот такого-то пришло мне сообщение, что 53 400 рублей готово к переводу. Заполните заявку и ссылка какая-то. Шикардосик снимает. Всё, я ж про свои ногти. Да, знаю, знаю. Ну что ты вот это вот не даёшь? Танюша говорит, шикардосик. Глянь, 53 400 сейчас придут. Заявку только заполнить надо. Она говорит, шикардосик. Едем гулять. Напишите, пожалуйста, вы проходите по каким-нибудь ссылкам? Вот таким вот, если вам пишут. И пишут ли вам такое? Или только мне пишут, что готовы? То мне кредит предоставляют, и надо заявку заполнить. Мне постоянно пишут. Танюша постоянно пишут. Я вообще, я там как будто вип-клиент. Вип-клиент по лохотрону. Я всё сижу на том же месте. Да, Таня заставила меня включить камеру. Говорит, вот, плов тебе. Никакие не сухарики, Зашана. Вот, вот, да. Спасибо. Вот это настоящий ужин. Я знала, что ты для меня подготовила. Это мамулечка. Мамулечка. Здесь свиные ребрышки. И, в общем... Твои мамулечки золотые ручки. Да. Приготовили этот плов. Твои золотые ножки принесли его сюда. И сейчас мой золотой ручь начнёт есть. Ну да. Этот превосходный, восхитительный плов. Мы, кстати, сегодня с мамой ели помидорчики твоей мамы. Мама говорит, обалденные. Да? Которые в томатике? Нет, не просто маринованные. Маринованные? Да. Да там всё, блин, что не возьмёшь, всё вкусно. Да, это три. А он горяченький? Мама такая, я щучок, да. Вау.